Телеканал КРТ представляет Свободу, что стоит у берега, под негритянку перекрасят Из-за меня это какая-то негритянка Начнут посмеиваться бедные над всякими миллионерами Несет меня лиса А некоторые будут белые, пытаться притвориться неграми Я бы на месте были лисы, бы и сожрал бы сразу этого петуха, блин И уважаться будут негры, а самый черный будет славиться И каждый белый будет первым при встрече с негром негру кланять Кто? Кого я не хочу пойти? Добрый день, дорогие друзья В эфире очередная программа «Международная панорама» И ее ведущий Дмитрий Джангиров Сегодня я начну со стихов на злобу дня поэта Владимира Уфлянда Меняется страна Америка Придут в дискоро негры к власти Свободу, что стоит у берега, под негритянку перекрасят Начнут посмеиваться бедные над всякими миллионерами А некоторые будут белые, пытаться притвориться неграми И уважаться будут негры, а самый черный будет славиться И каждый белый будет первым при встрече с негром негру кланяться Жаль, что сам поэт не дожил каких-то 13 лет до исполнения пророчества, сделанного им в далеком 1958 году Впрочем, живущие в Украине могут лишь высказать американцев свое экспертное мнение о том, что до дна им еще скрести и скрести А уж потом можно будет с определенной периодичностью пробивать очередное дно Так, например, очередное очко Авертона начал разрабатывать белокожий активист Black Lives Matter Шон Кинг И вот либеральная на всю голову общественность всерьез обсуждает его призыв в Твиттере снести статую Иисуса Цитата Да, я считаю, что статую белого европейца, якобы Иисуса, тоже надо убрать Все это разновидность белого шовинизма И так было всегда В Библии, когда семья Иисуса захотела спрятаться и стать незаметной Угадайте, куда они отправились? В Египет, а не в Данию Снести их Конец цитаты Далее, извините мой оголтелый расизм, этот белозадый не успокоился И заявил, что белый Иисус – ложь и инструмент превосходства белых А христианство стало оружием угнетения Он также утверждал, что белые бы никогда не приняли религию от коричневого Смешно Этот поц просто нашего черного Анджи Аделаджу с его белым посольством Божиим не видел После этого Кинг высказался за удаление всех изображений белого Иисуса Его матери-европейки и их белых друзей Включая фрески и витражи Понятно, что статуи Иисуса в хунвайбинском списке БЛМ стоят не на первом месте Но вот до статуи седьмого президента Эндрю Джексона активисты уже добрались Здесь несколько символических моментов Во-первых, Джексон изображен на 20-долларовой купюре Но почему-то активисты БЛМ не отказываются от использования этих мерзких зеленых бумажек с портретом рабовладельца Во-вторых, Эндрю Джексон основатель демократической партии США И первый в истории США президент-демократ Да, Джексон был не просто рабовладельцем Он создал демократическую партию как политическую надстройку над рабовладельческой экономикой южных штатов Но именно кандидат от этой партии стал первым черным президентом Соединенных Штатов Однако и тут не все так однозначно Дело в том, что еще в 2007 году газета The Baltimore Sun привела генеалогическое исследование Согласно которому в 1850 году прапрапрапрадедушка Обамы Джордж Вашингтон Оверал Имел в собственности 15-летнюю девушку и 25-летнего молодого человека А его прапрапрапрапрабабушка Мэри Дюваль 60-летнего мужчину и 58-летнюю женщину Правда, тогда ответ пресс-секретаря Обамы Билла Бартона о том, что предки сенатора от Иллинойса Являются типичными представителями Америки, был спокойно воспринят общественностью А сейчас я бы на месте исследователей покопался и в родословной кенийского папеньки Барака Хусейна Обамы Дело в том, что прибрежные мусульманские племена нередко торговали с европейцами Своими языческими земляками из кенийской глубинки Так что сам собой напрашивается сенсационный заголовок Рабы предков матери Обамы были отловлены и проданы в рабство предками отца Обамы На фоне всего этого безумия можно оценить гражданское мужество вице-президента США Майкла Пенса Который во время интервью отказался от предложения тележурналиста повторить мантру «Жизни черных имеют значение» и твердо заявил «Все жизни имеют значение» Демонстрирует стальные текстикулы и Дональд Трамп Который, несмотря на протесты и угрозы, возобновил свое предвыборное ралли митингом в Талсе, штат Оклахома Городе, где ровно сто лет назад прошли крупнейшие расовые волнения в истории штатов Кроме того, Дональд Федорович призвал задерживать всех, кто сносит памятники Чтобы понять, как быстро и бесповоротно меняется за последние месяцы мир Я процитирую фрагмент из знаменитой книги Збигнева-Бжезинского «Великая шахматная доска» На сегодня это не более чем литературный памятник недолгой эпохи однополярного мира Однако те сферы, которые обеспечили штатам недолгое, но беззаговорочное доминирование, обозначены весьма четко Цитата Америка занимает доминирующие позиции в четырех имеющих решающее значение областях мировой власти В военной области она располагает не имеющими себе равных глобальными возможностями развертывания В области экономики остается основной движущей силой мирового развития Даже несмотря на конкуренцию в отдельных областях со стороны Японии и Германии В технологическом отношении она сохраняет абсолютное лидерство в передовых областях науки и техники В области культуры, несмотря на ее некоторую примитивность Америка пользуется не имеющей себе равных притягательностью, особенно среди молодежи всего мира Все это обеспечивает Соединенным Штатам политическое влияние, близкое которому не имеет ни одно государство Именно сочетание всех этих факторов делает Америку единственной мировой сверхдержавой в полном смысле этого слова Конец цитаты На сегодня, возможно только в военной сфере, Штаты сохраняют определенный перевес Да и то, уже далеко не во всех точках земного шара этот перевес можно конвертировать в политический успех Северная Корея и Афганистан – два очень разных, но весьма показательных примера на эту тему Экономическое и технологическое превосходство США на сегодня неощутимы Более того, их нередко приходится поддерживать при помощи санкций И вот наступила очередь культурного превосходства, которое растаяло буквально за месяц расовых волнений в Соединенных Штатах Квинтэссенцией этих процессов стал отказ Трампа от роли мирового жандарма И объявление о выводе войск из Европы и Афганистана Целые обширные регионы выходят из-под контроля Вашингтона Буквально провоцируя других мировых и крупных региональных игроков брать их под свой контроль И пока прогрессивная общественность с осуждением разбирает статью Путина о Второй мировой войне И с опасением анализирует фразу о бесконно русских землях, которые при распаде СССР якобы растащили союзные республики Эрдоган уже ведет боевые действия практически на всей территории бывшей Османской империи Закрепевшись в сирийской провинции Длиб и не позволив создать курдскую автономию в Сирии Турция вторглась в Иракский Курдистан, пытаясь разгромить своего старого врага – рабочую партию Курдистана Анкара возвращает свое влияние на Аравийском полуострове, покровительствуя Катару А в борьбе за влияние в Средиземноморье готова к войне с Грецией и противостоянию с Францией В Ливии турецкий контингент и турецкие прокси переломили ход гражданской войны И Анкара стала полноценным участником процесса ливийского урегулирования И если Каир традиционно ревниво относится к успехам Анкары, то Алжир и Тунис, похоже, готовы признать турецкую гегемонию Кроме того, Анкара, выступая защитником китайских уйгуров и мусульман Рахинджа в Мьянме Позиционирует себя в качестве важного фактора исламского мира И этот статус, скорее всего, будет закреплен уже в июле Возвратом музею на месте храма Святой Софии статуса мечети, которую она имела с 1453 по 1934 год Подробнее о проекте Османской империи 2.0 мы поговорим с экспертом-международником Ильей Кусой Добрый вечер, Илья Здравствуйте Первый вопрос Неужели Эрдогану и Турции не хватает врагов? Она на такой территории сейчас ведет военные и дипломатические битвы Что еще дополнительно Анкара вызывает напряжение с Францией в Средиземном море? И вот скажите, каково сейчас вообще соотношение сил других Средиземноморских государств и Турции в смысле военного флота? Мы понимаем, что столкновение маловероятно, а может быть и просто невозможно Но тем не менее, во всяком случае, демонстрацию силы вот Анкара устроила Таким образом, Анкара пытается превратиться в региональную супердержаву Которая бы вмонтировалась в ближневосточную региональную систему Как один из опорных элементов То есть перебрав на себя, получается, часть тех функций, которые выполняли Соединенные Штаты Единственная проблема для сегодняшних турецких элит Это вопрос, с кем они это будут делать Потому что очевидно, что самостоятельно играть доминирующую роль на многих кризисных площадках Они не могут, по причине того, что у них же не бесконечные ресурсы У них есть проблемы в финансах, в экономике И понятно, что сами по себе они удерживать целые процессы не могут И они сейчас в поисках постоянного или среднесрочного партнера, с которым могли бы идти в паре Одним из претендентов является Россия Но, насколько я понимаю сейчас, смотря на эти все переговоры между Россией и Турцией Я думаю, что в Анкаре не уверены, насколько Россия действительно может играть роль Не ситуативного партнера, как сейчас происходит Здесь договорились, здесь договорились чисто на каких-то ситуативных точках соприкосновения А именно долгосрочного Других кандидатов у них пока что особо нет С Францией они поссорились Соединенные Штаты играть никакой роли не хотят С Турцией у них сложные отношения А Китай, судя по всему, пока что не готов Ну, в общем, переходить к какой-то наступательной, проактивной политике Вот прям на местах Официальная Анкара все время как бы переминается с ноги на ногу в политическом смысле То делая немножко упор в сторону больше турецкого национализма То есть пан-тюркизма То в сторону исламизма Даже правящая коалиция состоит из двух партий Большой происламистской Эрдогана и небольшой, но очень яро националистической Восходящей даже вот к тем серым волкам Один из которых покушался на папу римского в свое время Вот, например, в Ливии одним из поводов для вмешательства Они нашли некую тюркскую группировку населения Хотя это очень большой вопрос Имеют ли они тюркские или турецкие корни, та группа населения С другой стороны, ну, есть мусульмане Рахинджа Которые, ну, никак точно не являются тюрками Они индийского происхождения Но они вот вступаются за них Вот в связи с этим вопрос Как решится этот вопрос? Они все-таки националисты или исламисты? Ведь сочетается очень плохо эти два, так сказать, направления Я думаю, что все эти категории Эрдоган просто использует Для идеологической подпитки своей вот этой О наступательной агрессивной региональной политики То есть он пытается, он не отказывается от кемализма традиционного Не идет речь в Турции о демонтаже вообще всего Вот этого идеологического фундамента, принесенного от тюрка Ну, потому что у них другого нету Ну, и зачем от этого отказываться? Речь идет о том, чтобы в него, он пытается внести в него вкрапления Различных идеологий, идей Которые, по его мнению, отсутствовали долгое время И мешают возрождению, ну, make Turkey great again То есть это исламизм Точнее, это пан-исламистские настроения Пан-тюркистские настроения, где это надо Националистические, национал-патриотизм такой, да Где тоже это надо То есть Эрдоган пытается создать такой микс Ну, вернее, он его создал То есть это смесь, такой melting pot Куда он кинул все И вот пытается на этом играть Ну, насколько это будет успешным Ну, сложно сказать На самом деле, в общем, в этом проявляется Небольшая неопределенность турецкой политики Потому что действительно, с точки зрения идеологии Она у них такая, она у них разная То есть они намешали кучу всего Вот этот котел И пытаются на этом построить некую Такую надстройку Над классическим фундаментом Чтобы, ну, и Эрдоган же себя позиционирует Как вот второй реформатор Вот, как это тюрк То есть такой же Вот он хочет быть таким же человеком По исторической значимости Как Мустафа Кемаль Не отвергая его А именно вот Вот, чтобы они вдвоем были там Примерно Ну, это я так уже сейчас говорю Вот фигурально, да Вдвоем на портретах Скажите, а это все звонкая фраза Или, в общем-то, допускают аналитики При определенных условиях Какое-то столкновение военное А не дипломатическое Греции и Турции Ну, скажем, на территории Кипра Или в этой акватории, окружающей Кипр Нет, конечно, я не могу сказать Что там этого никогда не произойдет Или это точно произойдет Ну, в любом случае Ну, существует сценарий При котором может, да, это произойти Но я думаю, что он маловероятен Все-таки Ну, начнем с того, что Проблема отношений Греции и Турции Во многом имеет больше Коммерческие причины То есть именно газовый спор То есть вопрос в том Я думаю, все будет зависеть от того Смогут ли они решить Энергетические свои вот эти споры Вокруг богатого газового шельфа У берегов Кипра В принципе, в Турции идут разговоры о том Что, может быть, стоит договориться С Кипром, с Израилем И как-то, ну, в общем-то Ну, по поводу строительства Вот этой тот же трубы EastMed в Европу То есть турки, на самом деле, я думаю Не против строительства данной трубы Просто, чтобы сделать это так Чтобы они тоже были стейкхолдером Этого проекта Желательно одним из самых главных Поэтому вопрос, на самом деле В том числе, который стоит за Вот этой всей, ну, бравадой И вот этими воинствующими возгласами Мне кажется Касается чисто денег Благодарю вас, Илья Мы будем к вам еще обращаться Спасибо 24 июня состоялись переговоры Президента США Дональда Трампа И его польского коллеги Анджия Дуды Так как эта встреча состояла Всего за три дня До первого тура Польских президентских выборов 28 июня То символичность этого события Намного превосходит Само содержание переговоров В польских провластных СМИ Трактовка визита была проста И незатейлива Президент США предпочел встречу С президентом Польши Параду в Москве Плюс пропагандистская вишенька на торте Это первый визит Иностранного лидера в Вашингтон По окончании карантина Справедливости ради отметим Дональд Трамп действительно готов До конца поддерживать Своих надежных союзников Как это было с Пиньямином Нетаньяху В Израиле И верных сателлитов Как это происходит с Анджием Дуды Согласно интервью Авторитетного депутата Европарламента Отправящий в Польшу партии Право и справедливость Яцека Сариушвольского Телевизия Республика Повестка дня переговоров Обширна Это и вывод войск США из Германии И противодействие Северному потоку-2 И создание сети 5G Без участия Китая И даже строительство Атомной электростанции Не обойдется и без обсуждения Проблемы COVID-19 Впрочем, можно догадаться Что рыночная судьба Будущей американской вакцины От коронавируса Повторит путь Американского сжиженного газа Лояльность к Вашингтону Будет проявляться В закупках вакцины Независимо от потребности в ней Ее цены И эффективности в лечении Буду откровенен Слушая видного Польского политика Цары Ушвольского Трудно осудить действия Повстанцев Гонты В отношении Польских иезуитов Воспетые Тарасом Шевченко В поэме Гайдамаки Балыть сердце, як згадаешь Старых славян диты Впылась кровью А хто вынын? Ксёнзы и езуиты Так вот, наш храбрый Яцек По-изуитски подчеркнул Мол, несмотря на то, что Американцы освободили Германию и Францию От нацизма Отношение этих стран К США Не является положительным Цитата Сейчас они не заботятся Об этих отношениях Сейчас сотрудничество Германии намного теснее С Россией Нежели США Конец цитаты Какая вопиющая Франко-германская Неблагодарность Прямо как польская По отношению к тем Кто их освободил От нацизма При этом Сариуш Вольский Заявляет Что Варшава Будет добиваться Перемещения Выводимых из Германии Американских войск В Польшу Что, по его мнению Сделает сотрудничество По линии Варшава-Вашингтон Еще более тесным Кроме того Польский депутат Европарламента От правящей партии Считает Что давление Со стороны США На европейцев Носит исключительно Благотворный характер Повторяя тезис Трампа Он возмущается Цитата Западные страны Покупают сырье У России И при этом Хотят задаром Пользоваться Защитой со стороны США Конец цитаты Ну и эпический финал Положить на музыку Которой способен Был только гений Шопена Цитата Польша Польша вырастает В главного союзника США В Европе Впрочем Имеется и более Глубокая проработка Американо-польских соглашений Журналисты Польской Газеты Правда Проанализировали Их в статье Американцы Радикально Увеличат Своё присутствие На Висле Форд Трамп В деталях Согласно информации По результатам встречи В Вашингтоне Между президентами Двух стран В Польше Прибудут Около двух тысяч Американских солдат А также Будет переведено Командование Пятого корпуса Армии США Из Кентукки И примерно Тридцать Американских АФ-16 Из Германии Планируется Подписание Defense Cooperation Act Документа Регулирующего Принципы Польско-американского Сотрудничества США Намерены Передать Польше Пять находящихся В эксплуатации Транспортных Самолетов С-130 Керкулес Варшава Со своей стороны Возьмет Обязательства По закупкам Американских Боевых вертолетов Американские Солдаты Будут обладать Практически Полным иммунитетом От судебного Преследования А Варшава Возьмет на себя Большую часть Обязательств По финансированию Дополнительного Американского Контингента Цитата Это соглашение Безусловно Выгодно Для Польши Американцы Однако Воспользовались Тем Что избирательная Компания Сейчас в разгаре Чтобы договориться О лучших условиях Размещения Своих Солдат Конец цитаты На момент подготовки Программы Оставалось Неясным Будут ли эти Договоренности Двусторонними Или они будут Осуществляться В рамках НАТО В материале Указывается Для того Чтобы избежать Впечатление Что процесс Происходит Вне НАТО 22 июня Состоялся Разговор Между Анджием Дудой И генеральным Секретарем НАТО И Йенсом Столтенбергом На самом же деле Ситуация С возрастающими Польскими Амбициями Это не более Чем обратная Сторона Сложных Взаимоотношений Между Вашингтоном И его Европейскими Союзниками По НАТО А также Соединенными Штатами И Европейским Союзом Эти темы Мы обсудим С политическим Экспертом Директором Института Новая Украина Святославом Денисенко Добрый вечер Добрый вечер Видим ли мы Разделение Европейских Государств На Проевропейские И Проамериканские Скажем Европейские И евроатлантические Блоки Государств Надо понимать Что мы находимся В период Когда Вся система Международных Отношений Вошла в кризис Если Раньше Не было Вопросов Сосуществованием Предположим Европейского Союза Как экономической Организации И НАТО Как военно-политической Структуры Отвечающей За безопасность Пространства То теперь Эти противоречия Очевидно Проявляются И постоянно Они постоянно Муссируются Они постоянно Выходят На поверхность Ну В частности Уже Буквально Недавно Макрон Второй раз Повторил мысль Когда произошла Эта ситуация С турецким Фрегатом Второй раз Повторил мысль О смерти Мозга НАТО Понимаете То есть Европейские Страны Во многом Не устраивает Та система Коллективной Безопасности Которая сложилась Кстати извините А вам не кажется Что намек Здесь состоит В том Что мозг НАТО За океаном Находится Ну это постоянно Да То есть вот Тут на самом деле Он Не к Не к Европейскому Командованию НАТО Он Претензии Не к европейским Членам Ну Безусловно Это еще и имеет Некую личную Краску Да Читая мемуары Болтона Которые Недавно вышли Там мы Встречаем Оценки Так сказать Нелицеприятные Со стороны Трампа В отношении Макрона Да Но соответственно Это все проявление Более системного Явления Когда Институты Больше не могут Как бы Сосуществовать То есть в Европе Есть запрос На организацию Своей Некой уже Транснациональной Но европейской Системы безопасности Туда очевидно Сейчас не вписываются Инициативы Соединенных Штатов Америки В том числе По размещению Военных баз На территории Польши И выводу Сокращения Одновременно Контингентов Германии Да Мы видим сейчас Различия В отношениях Между ЕС И Соединенными Штатами В отношении Урегулирования Иранской проблемы Разные интересы В отношении Ближнего Востока Разные отношения В отношении Ливии И Сирии Разные позиции Очень часто Даже в отношении Так сказать Российской Федерации Вот этой вот ситуации Разные видения Перспектив развития НАТО Вот Ну и конечно Это коммерческие Противоречия Собственно Это штрафы Американских регуляторов В отношении Европейских компаний Вспомним Хотя бы тот же Volkswagen Или Deutsche Bank Вот И одновременно Это ограничения Штрафы Которые сейчас Все чаще Которым прибегают Европейцы В отношении Например IT-гигантов Американских Google Facebook Вот недавно Совершенно Вот Все эти противоречия Имеют Они многослойные Могут ли они Быть урегулированы Да Такая возможность Остается Давайте вернемся В 2015 год И вспомним Что на тот момент Самой широко Обсуждаемой темой Было Формирование Двух Больших Пространств Торгово-экономических Имеется ввиду Транс-Тихоокеанской Зоны Свободной Торговли И трансатлантической Соответственно Достаточно Динамично Шли Переговоры И Была Надежда Даже Что Как сказать Обаме Перед уходом Удастся Заключить Эти соглашения Но Позиция Бельгии Или там условно Части европейской элиты В 2016 году Заблокировала Это подписание Не исключено Что Переход власти От республиканцев К демократов Вновь актуализирует Вот эту вот Повестку Переговоров О Возрождении Возвращении США В Транс-Тихоокеанскую Зону И Несколько Оживят Или Реанимируют Переговоры О трансатлантической Зоне Свободной Торговли Где будет Урегулирована Базовый вопрос А именно Это Несогласованность Экономических Ну То есть Собственно Экономические Претенции Насколько Такой сценарий Возможен Ну Шанс Есть Светлана Смотрите Когда мы говорим Про Трампа Ну Республиканцев Ну нынешних Мы Видим Такую Политика Дипломатическую Военно-политическую Несогласованность Ну собственно Когда мы говорим Про демократов Даже вот Когда был Обама Байден Ну была Экономическая Несогласованность В каком смысле Для европейцев Оказалось Непредсказуемым Поведение Демократов Американских Которые Вот сказали Что вот Столько Вот эти требования И компромиссов Не будет А в Европе Создалась Тогда критическая Масса Тех Кто не воспринимал Вот эти соглашения На таком уровне Но на самом деле Большинство Было За эти соглашения Но только Чтобы немножко Отодвинулись США В своих требованиях Ну да Европейцев Тогда не устроило Несколько Позиций Вот они требовали От американцев Большей Эконаправленности Экономической Политики Повышение Социальных Стандартов Большей Социальной Ответственности И третье Это собственно Блок Сельскохозяйственных Вопросов Ну он более Так сказать Глубокий Там Применение Химиката В обработке И так далее В принципе он укладывается В вопрос экологизации А в Соединенных Штатах Им нужно Предстоит Кто бы не победил Республиканцы Демократы Трамп Или Байден Предстоит Ну скажем так Делать социальные Инвестиции Большие Как сказать Конечно Америка Вдруг Не превратится Как того Хотят там Скажем Левые активисты Она не превратится В социальное государство С бесплатным Медициной Образованием Но Очевидно Придется давать Новые чеки Открывать Новые программы И финансировать Больше Социальных Обязательств Больше Социальных Обязательств Это меньше Денег На Реализацию Внешней Политики То есть Скажу что Вот уже Обратили внимание Что еще Каких-нибудь 20 25 лет назад Обещания Ну основных Кандидатов Были в миллиардах А сейчас Уже перешли На триллионы Причем Это Это не шутка Это реально Да То есть Программа Уже в триллионы И вопрос В том Что кто За этот Так сказать Банкет Банкет Да Потому что Вложение Злые языки Говорят Что весь мир Заплатит За то Что у американцев Будет этот Банкет Невиданной Щедрости Ну это тоже Видите Пока вложение Нерезидентов В американские Казначейские Облигации Сокращаются Не сокращаются Они Ну В общем-то Уже не первый год Вот Привлекать капиталы Становится сложнее По двум причинам Потому что Растут риски Собственно Американские Да И вторая причина Этих свободных капиталов В принципе В мире становится Меньше В связи с кризисом И так далее Там особо нечего Размещать Вот Соответственно Поэтому Да Счет идет На триллионы Вот программа помощи Согласованная Принятая Она была 2 и 3 триллиона Да Сейчас рассматривается Программа На 3 триллиона На ее инициаторы Республиканцы Соответственно Сколько Как будет найден баланс Будет ли он найден баланс Между поддержанием Вот этой всей Широкой инфраструктуры Американского присутствия В том числе В Европе Да И в других регионах И необходимостью Сейчас Выполнять расширенные Социальные обязательства Это большой вопрос И многие игроки Завершаем мысль Многие игроки Сейчас Понимая Что США Придется искать баланс И европейские И на региональном уровне Ищут свою нишу И пытаются ее занять Пока влияние Соединенных Штатов Несколько Расфокусируется Ослабевает Ну да Так сказать Праздник Непослушания Да Благодарю вас Святослав Спасибо большое 21 июня Украины Джо Байдена Со своим заместителем Президентом Петром Порошенко Когда заходит Спор О криминальном Содержании Этих разговоров То я обращаю В первую очередь Внимание На абсолютную Позорность Для государства Украины Того Что и как Обсуждает Президент Украины С вице-президентом США Взаимоотношения Этой сладкой Политической парочки Лучше всего Описывается Приветствием Петра Алексеевича В разговоре 27 мая 2016 года Джо Очень приятно Ваш слышать Огромное спасибо Вы всегда Со мной В наиболее Важное время В истории Моей страны Вы как Мой ангел Хранитель Конец Цитаты В дальнейшем Коротком разговоре Байден сообщает Что по просьбе Порошенко Нашел Прокурора Американца Украинского Происхождения Который мог бы Войти в команду Генерального Прокурора Юрия Луценко Кстати В предыдущем Обнародованном разговоре От 14 апреля 2016 года Петр Порошенко Просит Джо Байдена Накануне голосования За генерального Прокурора Подать необходимый Сигнал Лидерам фракции Цитата Разумеется Кастинг Американских Политических Проктологов Юрочка Луценко На тот момент Уже успешно Прошел Но все равно Аргумент Порошенко В его пользу Достоин скрижалей Независимости Отечественной Внутренней И кадровой Политики Цитата Он Луценко Уже представил Четкую картину Своего понимания Реформы прокуратуры И он Очень заинтересован В работе Совместно с США По реформам Ради того Чтобы иметь Постоянного Представителя США В генпрокуратуре В качестве Советника Конец цитаты Вы только Вдумайтесь Целью Туземных Реформ Является Приз В виде Прикомандированного Белого господина В реформируемое Ведомство Кстати Байден Как и многие Иные Американцы Плохо разбираются В психологии Отечественных Парвеню Сделавших Карьеру Из грязи Да в князи У которых Один из Основополагающих Принципов Существования Вдячность То есобача Рыса Представляю Как удивился Сонный Джо Когда на Недавних Слушаниях В Конгрессе По импичменту Дональда Трампа Всплыл Интересный Факт Генпрокурор Юрий Луценко Оказывается Предлагал Слить компромат На Байдена Младшего Льву Парнасу Доверенному Лицу Личного Адвоката Трампа Рудольфа Джулиани В обмен На публичную Поддержку Петра Порошенко Накануне Президентских Выборов Так что Версия о том Что по инициативе Самого Порошенко Записи его Телефонных Переговоров С вице-президентом Байденом Стали достоянием Гласности Хотя и выглядит Излишне Конспирологично Но не является Нереалистичной Впрочем Повторюсь В новой порции Пленок Дыркача Нет ничего такого Что могло бы Кардинально Изменить Наше представление О взаимоотношениях Заокеанского Града На холме С периферией Пакс Американо Которые только Недавно Коснулись Лучи света Непорочного Либерализма Можно упомянуть Обсуждение Судьбы Приватбанка И позиции Игоря Коломойского Но пожалуй Из менее известных Персонажей Стоит обратить Внимание На несколько раз Упоминаемого На пленках Амаса Хохштайна Ключевого члена Наблюдательного Совета Национальной Акционерной Компании Накнафтогаз Автора Грабительских Схем При которых Конечные потребители Переплачивают В разы За газ Украинской Добычи Цена Которого Рассчитывается На голландском Хабе ТТФ Плюс Транспортировка До Украины Именно Этому Тезке Ветхозаветного Пророка Приписывают Схему Кругового Движения Небольших Объемов Российского Газа Через Украина Схем Газа И Обратно Имитируя Реверс Контрактных Объемов Уже Оприходованного На украинских Предприятиях Российского Газа А теперь Что касается Возможного Криминала 25 октября 2016 Года Петр Порошенко Благодарит Джо Байдена За операцию По противодействию Бывшему Подельнику А позже Обличителю Украинского Президента Депутату Александру Онищенко Цитата Хотел бы Поблагодарить Вас Особенно Ваших Сотрудников ЦРУ За очень важное Сотрудничество С моими Разведчиками Кондратюком И новым Начальником Разведки За противодействие Российскому Сценарию В использовании Бывшего Народного Депутата Онищенко Который Получив Российское Гражданство Уже на следующий День Реализовал Сценарий ФСБ По дестабилизации Внешнеполитической Ситуации В Украине У нас было Очень плодотворное Сотрудничество И я хотел бы Вас за это Поблагодарить Это очень Позитивный Фактаж Конец цитат Я Разумеется Не американский Следователь Но ситуация Выглядит Как использование Вице-президентом США В личных Интересах Американских Спецслужб Для противодействия Разоблачениям Против президента Украины При этом Даже после поражения Хиллари Клинтон Во время Последнего Месяца Каденции Вице-президента Джо Байден Продолжал держать На контроле Вопрос Санищенко В разговоре 19 декабря 2016 Петр Алексеевич Петр Алексеевич Вновь имитирует Политический Оргазм Во время Акта Внешних Телефонных Сношений Цитата Петр Алексеевич Петр Алексеевич Контролем Украин Принцип Кто к нам Со своей Коррупцией Придет Тот от нашей И погибнет И нынешние Потенциальные Проблемы Сонного Джо С американским Правосудием Проистекают От незнания Обычаев И верований Территории Лежащей К северу От Афроамериканского Моря Извините За оголтелую Политкорректность Понятно Что по ходу Избирательной Компании США Все новые И новые Телефонные Переговоры Порошенко И Байдена Будут становиться Достоянием Общественности Всему Свое время Столь же Понятно Что начало Этой истории Лежит В 2016 Году Когда Петр Порошенко И его Камарилья Решили По легкому Добиться Благосклонности Следующего Президента США Хиллари Клинтон Слепив Компромат На ключевую Фигуру На начальном Этапе Избирательной Гонки В штабе Трампа Пола Манафорта Разумеется У Петра Порошенко Сегодня Иная Версия Всех Этих Событий Которую Он за день До обнародования Пленок Даркача Изложил В интервью Популярному Ведущему СНН Фариду Закария Петр И начиная верить себе Со второй-третьей фразы Заявил Что Украина Является Самой Проамериканской Страной И вспомнил Свой первый Визит в США В октябре 2014 года Цитата Я думаю Что тогда Украина Объединяла Соединенные Штаты Украинская борьба Объединяла И республиканцев И демократов В их твердой Поддержке Свободы Демократии И верховенства Права Как основных Ценностей Демократического Общества И я совсем Не исключаю Что это точно В интересах России Запустить Такой сценарий Что Украина Против Трампа Или Украина Против Байдена Или Украина Против Обамы Конец цитаты Ну короче Вы все поняли В логике Порошенко Глава НАБУ Сытник И журналисты По вызову Лещенко С Мустафой В наем Копая В 2016 Году Подманафорта Действовали В интересах России Несомненно Что проклинавший Трампа В социальных Сетях Глава МВД Арсен Аваков И его советник Антон Герасченко Были прямыми Агентами Сами знаете Кого Ну а посол Украины В США Валерий Чалый Открыто Агитировавший За Клинтон И против Трампа Вообще Видимо Офицер Сами знаете Какой Конторы Ну что ж Ждем Очередного Акта Мерлезонского Балета Благо Этих самых Актов Было Целых 16 Кстати Сделаем Небольшое Историческое Отступление Для Современников Дюма Читавших Главу Трех Мушкетеров О подвесках Королевы Было Вполне Естественным Что на Королевском Балу Исполняется Мерлезонский Балет Ведь его Автором был Правивший На тот момент Король Людовик XIII Для Интеллигенции Сообщу Мерлезонский Означает Посвященный Охоте На Дроздов Для Интеллигенции В первом Поколении Уточню Тихо В лесу Только Не спят Дрозды Это Не из Мерлезонского Балета Это На мотив На сопках Маньчжурии Кстати Развитие Сюжета О вкладе Порошенко В политическую Камасутру Пришла С неожиданной Президенту Украины Посвящено Несколько Эпизодов Из скандальной Книги Экс-советника Президента США По национальной Безопасности Джона Болтона Под названием Комната Где все Произошло Выход Который Белый дом Безуспешно Пытался Заблокировать Господин Болтон Вспоминает Что во время Августовского Визита 2017 года В Киев Он имел Беседу С Петром Порошенко Тет-а-тет На которой Петр Алексеевич Скромно попросил Поддержать его Во время Президентской Избирательной Компании Цитата Он много чего Просил И я отвечал На его вопросы Что позволило Мне обойти Стороной Просьбу О предвыборной Поддержке Не показавшись Слишком грубым Когда я сказал Нет Конец Цитаты Главное О чем просил Тогда Порошенко Ввести санкции Против Игоря Коломойского Который По словам Порошенко Поддерживал Юлию Тимошенко На что Джон Болтон Крайне вежливо Отправил Петра Алексеевича В пешее Эротическое Путешествие Указав Что если Имеются Улики Против Коломойского То с ними Следует Обратиться В Министерство Юстиции Впрочем Это частность Ключевой же Момент Раскрывающий Отношения Трампа К Украине Содержится В другом месте Книги Болтона По словам Автора Президент США Дональд Трамп Выражал Недовольство Тем Что ситуация На Украине Осложняет Налаживание Отношений Между Москвой И Вашингтоном Цитата Украина Это стена Между нами И Россией Конец Цитаты Впрочем Ключевым направлением Обвинений Против Дональда Федоровича Джон Болтон Выбрал Китайское В интервью Телекомпании Fox News Болтон заявил Что готов Дать показания В Конгрессе Относительно попыток Дональда Трампа Добиться помощи От Пекина В переизбрании На второй срок Более подробно О демпартийном Спруте Опутавшем Украину И тяжело Развивающимся Отношениям Банковой С республиканцами Мы поговорим С политическим Экспертом Костя Бондаренко Добрый вечер Костя Добрый вечер Константин Как вы думаете Почему именно Демпартия В общем-то Стала Ну основной Политической Американской Силой В Украине Демократическая Партия Более активно Работает С целым Рядом Общественных Организаций У демократической Партии Более активно Развита Их Стратегия Деятельности В тех или иных Государствах У них существует Негласный Союз Со структурами Джорджа Сороса Так уже Сложилось Исторически Плюс ко всему У демократической Партии Начиная с Середины 90-х Годов Была выработана Своя линия Относительно Украины Вспомним Как Клинтон Был единственным Президентом Который дважды Приезжал В Украину Награждал Кучму Кучма Был удостоен В свое время Премии имени Кеннеди Считался Лучшим Другом Действовала В то время Комиссия Кучма Гор И так далее И так далее То есть Это была Целая концепция Относительно Украины Более того Национальный Демократический Институт Соединенных Штатов Здесь более Активно Присутствовал Чем в структуре Республиканцев Это Наверное Объясняется Тем что Все таки У демократов Существует Своя более Гибкая Концепция Сотрудничества Не столько С государственными Гегемонами Или крупными Государствами Сколько С теми Государствами Которые можно Использовать В качестве Своих Плаздармов И Своих Каких-то Форпостов Относительно Большой Шахматной Игры Кость Посмотрите Ну вот Есть некое Несоответствие То что Работа с Агентами Влияния Использование Украины Как буфера Против России Это все Понятно Достаточно Неожиданно Стали Такие Объемы Личного Обогащения Нет Мы догадываем Мы Никто Никто Не сомневался Существует Коррупция Что гранты Это Коррупция Но Никто Таких Масштабов Себе Действительно Представить Не мог Какой сбой В системе Произошел Многие Американские Политики Они Рассматривают Своё Присутствие В том или ином Государстве Третьего мира В том числе Как и Возможность Для обогащения В том числе И через Не совсем Законные Не совсем Прозрачные Схемы Вот Можно Очень долго Говорить о том Как например Тратя большие деньги На якобы Филантропическую деятельность Тот же Сорос Например Зарабатывает Еще большие деньги Что для него Это разновидность Бизнеса А не филантропии И в данной ситуации Именно украинский Кейс Вряд ли станет Определяющим Относительно Результатом Выбора Да Нам он близок Нам он понятен Потому что Это Это наша рубашка Это Она ближе к телу Но На уровне Вашингтона В этом нет Ничего Скажем так Такого Что могло бы Подвести Основы Американской империи Но Видите Кость Мы видим Такие вещи Что буквально За короткое время США начинают Терять свою Как это говорил Бжезинский Культурную Привлекательность И вот То что происходит Там Война с памятниками Вот это Все эти движения Плюс факты Коррупции Это На очень корот Это же не так Раз В Латинской Америке Скандал Через пять лет Второй Это все Накладывается Одно на другое Не говоря о том Что политическая борьба В Штатах Идет совсем не так Как они учат Весь мир Ну далеко не образец Уже Для политической Конечно Ну скажем так Соединенные Штаты Никогда не были Образцом Политической борьбы Если Присмотреться Более детально Не на уровне Пропагандистских Речевок И пропагандистских Фильмов А именно Если разобрать Полностью Каждую Компанию Которая Проводилась Соединенные Штаты Было всегда Очень много Грязи Вот И Всегда После этого Там Можно было Только сказать А эти люди Нам запрещают Ковыряться На суд В данной ситуации Это тоже Не исключение И я думаю Что чем ближе К выборам Тем больше Грязи Мы еще Увидим Это далеко Еще Не ягодки Это только Цветочки Хорошо А где тот Предохранитель В Штатах Который должен Ну остановить Должна сработать Какая-то система Я думаю Что эта система Будет Силовое воздействие На целый ряд Процессов Которые Сегодня Запущены В Соединенных Штатах Вполне возможно Что обычный Среднестатистический Американский Белый Обыватель Где-то Ближе К осени Просто-напросто Начнет Говорить Трамп Останови Все это И соответственно Я думаю Что вполне возможно К осени Мы сможем Увидеть Когда Этот разгул Страстей И праздник И послушания Уже выйдет За все мыслимые И немыслимые Рамки Тогда может Как раз Начаться процесс Вот этой Болезненной Мучительной Но все-таки Остановки Того процесса Который начался Благодарю вас Кост Будем еще встречаться В наших программах Ну а в Белоруссии Несмотря на то Что до президентских выборов Еще более полутора месяцев Политический градус Подошел к высшей точке И здесь Александр Лукашенко Проявил себя Мастером маневра 19 июня Он снизил Градус противостояния С Москвой До привычного В этот день Он сначала Переговорил по телефону С российским коллегой Владимиром Путиным Буквально За пару дней до этого Председатель Комитета Государственного контроля Белоруссии Иван Тертель Комментируя Задержание Основного противника Лукашенко На президентских Выборах Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарику Заявил Цитата Мы в свою очередь Знаем Что кукловоды Стоящие за его деятельностью Опасаются Что наши действия Приведут К получению данных И подтверждению Их причастности К этой Противоправной Деятельности Такими лицами Являются Мы знаем Большие начальники В Газпроме А может быть И выше Конец цитаты Однако Во время Разговора Лукашенко С тем Который Выше Газпрома Тема Белгазпромбанка Согласно сообщению Пресс-службы Вообще Не поднимал По официальной информации Разговор Касался Трех основных Тем Лидер Белоруссии Взял на себя Обязательство Закупить В необходимом Объеме Российское Лекарство От COVID-19 Кроме того Лукашенко Подтвердил Приезд На парад Победы 24 июня Вместе С сыновьями Что же Касается Экономической Повестки Дня То стороны Договорились Провести Переговоры В Москве В тот же день 19 июня В Минск Прилетел Глава российского МИД Сергей Лавров На фоне Все еще Не снятой До конца Напряженности В российско-белорусских Отношениях Подписание Двумя субъектами Союзного государства Соглашение О взаимном признании ВИЗ Выглядит Небольшим Но шагом В интеграционном Направлении Во всяком случае Официозная Российская газета Дала отчет О визите С заголовком Лукашенко И Лавров Подчеркнули Братский характер Отношений Двух стран И врезом Цитата Дружественным Оптимизмом Наполнен был Диалог Главы Белоруссии Александра Лукашенко С министром Иностранных дел России Сергеем Лавровым Который прибыл 19 июня В Минск Для подписания Межправительственного Соглашения О взаимном признании ВИЗ Отмечают Обозреватели Конец цитаты Наша Международная Панорама Записывалась до переговоров Лукашенко и Путина В Москве Но на авторских правах Ведущего программы Рискну присоединиться К мнению Традиционно Обладающего Инсайдерской Информацией Российского Коммерсанта О заглавившего Аналитический Материал Из всех Возможных Белорусских Зол В Кремле В итоге Выберут Зло Привычное Автор аналитики Подчеркивает Цитата Привыкнув За долгие годы К тому Что Москва Позволяет ему Гораздо Больше Чем лидеру Любого Другого Государства Лукашенко Вошел во вкус И не может Остановиться Не контролируя Ни себя Ни своих Чиновников Ни свои Пропагандистские СМИ При выработке Отношения Москвы К белорусскому Кризису Обида И раздражение Поведением Лукашенко Могут стать Одним из факторов Который По-видимому Придется учитывать Конец цитаты Однако Разбор Непростых Полетов Завершается Благоприятным Для российско-белорусских Отношений Выводом Цитата При всей своей Специфике Лукашенко Уже привычный Даже в своей Импульсивности И непредсказуемости Он предсказуем За 26 лет С ним научились Вести дела Хотя далеко Не всегда Научились его Переигрывать К тому же Лукашенко Несмотря на все Попытки заигрывать С Европой И США Для Запада Все равно Чужой У белорусского Президента Такой послужной Список Что его там Если и ждут То только в Гааге Приготовив Одну из камер И в глубине души Лукашенко Это конечно же Понимает А стало быть При всех капризах И выпадах Пойти на настоящий Конфликт с Москвой На разрыв Он не может Себе позволить Конец цитаты Впрочем Не только у Лукашенко Но и у Москвы Возможности для маневра Весьма ограничены В интервью Ведущему Польскому изданию Ржечь Посполита Главный оппонент Лукашенко Виктор Бабарико Назвал Три ключевые события В истории Белоруссии Это Коронация Основателя Великого княжества Литовского Миндовга В Новогрудке В 1253 году Провозглашение Белорусской Народной Республики В 1918 В Минске И создание Республики Беларусь В 1991 Году Это события Которые сформировали Нашу государственность Заявил Бабарыка По его словам Примером Негативного События Истории Белоруссии Могут быть Разделы Речи Посполитой В конце 18 века Комментируя Такие заявления Автор аналитики В Коммерсанте Подчеркивает Цитата Это Знакомый Дискурс Белорусских Национал-патриотов Всячески Противопоставляющих Себя И свою историю России Лукашенко С его ностальгией По советскому Наследию По единой Стране В идеологическом Плане Кремлю Конечно Ближе Конец цитат Это вы Разного Наследия Наследия пост Виктора Бабарика, Сергея Тихановского и других. Причем произошло это синхронно с переговорами Лукашенко с Путиным и Лавровым 19 июня. В заявлении ЕС от того же дня содержится призыв обеспечить честные выборы, гарантировать полное соблюдение верховенства закона и прекратить преследование и запугивание гражданского общества. Мы начинали программу с великой шахматной доски Збигнева-Бжезинского. Закончим же с его де-факто политического завещания, часть которого было сформулировано в 2012 году в статье для Foreign Policy. Он включил Беларусь в список восьми стран, которым грозит исчезновение в случае уменьшения внешнеполитической активности Соединенных Штатов. В список также вошли Грузия, Тайвань, Южная Корея, Украина, Афганистан, Пакистан и Израиль. Впрочем, это вполне логично. Если одна империя отступает, другие наступают. Геополитика не терпит пустоты. На этом наша программа подошла к концу. Это была международная панорама и ее ведущий Дмитрий Джангиров. Всех благ и до следующей встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова